Здравствуйте! Вот я хотел назвать нашу сегодняшнюю передачу как-нибудь типа там что-нибудь небоскрёбы и ветер, вот что-то вот такое вот. Но наш гость, он человек науки, человек строгий, он говорит так, давайте назовём, говорит, типа комфортная архитектура, или архитектура комфорта, ну и вот архитектура и аэродинамика её, да? Ковальчук Олег Александрович у нас в гостях, профессор, кандидат технической наук, он профессор кафедры теоретической механики и аэродинамики МГСУ, Московский государственный строительный университет. Значит, я вот что вам хочу сказать. Два случая про аэродинамику и архитектуру, которую вот я сам знаю. Один случай из книжки. Значит, у Ричарда Феймана есть такое, значит, произведение большущее, называется он «Фейман с коллекцией по физике». И вот там он описывает одну такую сцену, где-то у них там в Массачусетском технологическом институте есть такое здание, под которым такая вот в один этаж очень широкая арка проём. И там, когда ветер хороший дует, вот в этой маленькой щели под зданием, там такой ветер, что все студенты падают. Только, говорит, преподаватели могут удержаться на ногах. Вот. Фейман себя выделил. А вторая история, это моя. И вот когда вот иду домой от метро, мимо такого длинного-длинного, высокого-высокого московского здания, а рядом такая маленькая, значит, будка трансформаторная, всякая, мимо этой будки идёшь, вот тут такой поток, что, значит, выворачивает зонтики там, ну, с ног не сбивает, слава богу. Но очень неприятный всегда тут ветер, такой вот в этой вот щели. И тут к тому, что вот внешне, как это, формы домов влияют на поток, там уравнение Бернули, всякие такие прочие слова, которые ещё знают со школы. Совершенно верно, эта проблема имеет место быть. И даже больше могу сказать, что есть даже случаи, когда в определённый момент люди из квартиры выйти не могут, не могут дверь открыть. Да, такой перепад давления. Да, такой тоже есть. Перед давлением ниже, чем снаружи, поэтому... Так что это имеет место быть. Я бы хотел сказать, что, вот как обычно, есть такая поговорка, говоря, сапожник без сапог, да, вот вроде бы строительный университет, замечательный комплекс. Но этот комплекс занимает длину целую автобусную остановку. Вот это высотное здание, так называемое, 24 этажа, это административное здание. В определённые дни ветер у подножия этого здания, настолько сильный бывает, что порой действительно, вот и зонтик не удержь, и головной убор приходится рукой придерживать, и идти очень тяжело. И это вот говорит именно о том, что не совсем удачно в плане ориентации это здание построено, по всей видимости, не совсем учтена брезлижажащая застройка. Вот эта фасадно-парковая зона, которая очень большая у нас, она фактически предоставляет возможность ветру разгуляться. Ну и одна из основных проблем у нас была, вот если посмотреть внимательно на так называемое лежащее здание, то есть высотка это у нас стоящая, а вот есть длинное лежащее здание. То есть практически такая же, только на боку лежит. Да, совершенно верно. Вот там два козырька, это вход в это здание, это корпус младших курсов так называемый. Вот между этими козырьками есть проход внутрь, скажем так, нашего комплекса. И там есть тоже совершенно такая же, примерно, как вы вот рассказывали, я думаю, арка большая, очень большая арка. Как у Феймана, да? Да, где постоянно у нас был сильный ветровой поток, практически всегда был. Эта модель нашего комплекса изучалась в лаборатории специально, мы делали, естественно, расчет на аэродинамику всего этого комплекса и нашли выход из положения, причем выход, казалось бы, удивительный. То есть мы часть этой арки перекрыли и там сделали служебное помещение, и арка стала луже. Казалось бы, вроде бы сужение позволит говорить о том, что наоборот ветровой поток должен усилиться, поскольку меньше стала пропускная способность вот этой арки. Наоборот, ветровой поток там практически исчез. А вот почему так? Так ведь в уравнении Бернули, вот про это ничего такого не сказано, в уравнении разрывности потока. Зато вот очень напоминает проблему, вот, скажем, падает радиоизлучение, значит, очень у вас, так сказать, маленький, падает радиоизлучение на металлическую сетку, если шаг сетки, это меньше длины волны, излучение проходит больше длины волны шаг, да? То есть, наоборот, больше длины проходит, меньше отражается. Вот тоже и так получается, да? Наверное, с размером, как это, там всякие у вас слова такие есть, число Рейнольца, число Струхалестри, число Кнутцина, да? И вот, видимо, там негде вот развернуться от какой-то неустойчивости уже получается. Ну, я думаю, что да, если говорить не научным языком, а простыми фразами, что да, действительно, ветровому потоку проще пройти, скажем так, вдоль этого здания, и вдоль этой арки, не замечая ее, чем завихряться и заходить в этот проем. Потому что разность давления с задней стороны этой арки, с передней, она примерно одинаковая. Маленькая разность все-таки. Ну, примерно одинаковая. А как же скоростной напор, как это давление, торможение? Нет, если бы ветер, когда туда заходил, тогда бы да. Вот как это было раньше. А сейчас, когда ветер туда уже не заходит, то есть ветру как? Можно пройти же вдоль этого небольшого проема. Растекаться. Да, просто вдоль небольшого проема. И, соответственно, туда фактически, за счет разницы давления, туда ничего не засасывается. А, то есть он когда идет вдоль, как раз давление падает, и в пору того, что с той стороны подсасывать еще? Ну, я говорю, вот мы эту проблему, нам удалось решить, именно благодаря... Вообще удивительная вещь аэродинамика, да? Да, совершенно верно. То есть вот так вот не скажешь, как должно быть на самом деле. Совершенно верно. Потому что вот бывают даже ситуации, когда, допустим, строится высотное здание без, скажем так, продувки в аэродинамической трубе. И без каких-то предварительных серьезных расчетов, или без учета прилегающей территории. Оказывается, что после строительства ветровой поток, который попадает в это здание, а здание бывает разной конфигурации, не только его, допустим, обтекает, но и разбивает ветровой поток на две части. Одна часть, естественно, уходит вверх здания, одна часть идет в сторону Земли. Причем, если здание стоит на... Это в солнечный день происходит, если здание стоит на Солнце, то, как правило, верхняя часть здания имеет более высокую температуру. Ну, и тут получается еще дополнительная разница давления. И вот поток, который направляется вниз, он, как правило, бывает вихревой, но с горизонтальной составляющей. А вот за счет того, что есть эта горизонтальная составляющая, влияет на то, чтобы некомфортно можно было находиться возле этого здания. Были такие случаи, я сейчас уже точно не помню конкретно города и какие здания сталкивались с такой проблемой, потому что эти проблемы, на самом деле, были уже потом все решены, но были лежащие застройки, просто вот такой ветровой поток, он срывал крыши, сбивал людей с ног. А как же эту проблему решить? Перестроить здание или рядом построить здание сравнимых размеров, чтобы изменить вот эту вот аэродинамику? Ну, на самом деле, аэродинамику можно изменить определенными навесными элементами. Дополнительно просто делается, значит, на фасадной части какая-то рамная конструкция, которая, чтобы выглядела эстетично, завешивается определенными элементами. В том числе и светоувавливающими элементами, то есть панелями так называемыми. То есть это, говоря вот по-простецки, вот есть самолет, да, у него вот биплан, у него, значит, ну, просто сказать, моноплан, у него крыло, да? А есть, значит, биплан, когда, значит, два параллельных крыла. А есть потребность делать очень развитые аэродинамические поверхности рули, ну, вот у ракет, например, да? У них это, на самом деле, такая решетка, состоящая из большого-большого количества плоскостей, да? Ну, я думаю, что да. Идея примерно такая же. Но это довольно затратно, я думаю, это надо весь дом, так сказать, реконструировать, весь фасад. Нет, как раз это не весь дом, это как раз на определенных участках фасада это может делаться. Да, и это делается. Но все равно это затратно. Ну, естественно, это затратно, потому что другим способом это не избежать. Потому что сама застройка ближайшая, ее не перестроишь, как правило, да? Или там, скажем так, местность тоже может быть какой-то такой, влияющей на... Ну да, холмы там. Да, совершенно верно. То есть их вот... Их же тоже, в общем-то, не перестроишь. Не строишь, не строишь. А вот такой вопрос у меня. Я вот начитался в учебниках общей физики, вот, и там, значит, я слышал такие вещи. Вот есть в аэро- и гидродинамике законоподобие. То есть если вы хотите, например, изменить размеры вашей, так сказать, модели, которую вы обдуваете, да? То вы должны еще при этом изменять много чего. Скорость потока, плотность его, да? Потому что все вот эти волшебные числа, там, Рейнольдс, Струхалик, Нутсен, еще какой-то четвертый, я забыл, не помню. Вот. Они все... Это безразмерные величины, в которые входят там всякие отношения разных там вот размерных физических величин, типа плотностей и всяких прочих замечательных вот штук. Вот. А вы-то обдуваете ведь обычным воздухом, я тебе полагаю? Да, да. И самое интересное, что вот про те числа, которые вы говорите, они зачастую определяются экспериментальным путем во время обдува в аэро-динамической трубе. Да, но это число, это отношение вот этих вот размерных величин, которые вот... У атмосферы это одно РО, РО-плотность, а у вас там в трубе должно быть, видимо, другое тогда, или скоростным потоком вы это забираетесь? Да, мы совершенно верны. Мы модулируем скоростной поток, то есть фактически скорость ветра, это основная составляющая, которая влияет вот на аэродинамику этих макетов. Мы, как правило, используем либо лазурная технология, либо 3D-принтер. То есть мы пластмассы, по-нашему сказать. По-нашему, да. Не всегда модель точно совпадает по каким-то там отдельным элементам с созданием, которое запроектировано, потому что мелкие элементы можно не указывать, они не сильно... Тонкий рельеф, они сильно влияют? Не сильно влияют. Но как же, вот когда по трубе течёт вода, да? Вот одно дело труба ровненько-гладненько, другое дело ржавая, а третье дело вообще такая рифлёная, знаете, бывает. Все из неё вообще медленно-медленно пробивается. Дело в том, что законы гидростатики или гидродинамики, они немножко другие, чем законы ветроэнергетики. Но всё равно полируют они самолёты-то, когда летают. Их специально вот раньше вот чистили, шлифовали вот эти звуковые и прочее. Когда с заклёпок перешли на сварку, да, и сварные швы стали так вот заделывать, то сразу экономия топлива выросла. Оказывается, сопротивление лобовое уменьшилось по самолёту. Да, но там вы не забывайте о том, какие там скорости. Ну да, там тысячи метров, тысячи километров в час. Да, то есть по большому счёту обдувать, например, здания там или башенные краны, или мосты какие-то, да, большепролётные в трубе аэродинамической, которая предназначена для обдувки самолётов, ракет или даже машин, я мягко скажу, что это просто было бы некорректно. То есть это аэродинамическая труба, которая предназначена совершенно для других задач. Ну у нас-то в архитектуре десятки метров в секунду, наверное, самая большая скорость, когда такой хороший крепкий ветер, да? В России бывают ветры до 50 метров в секунду, но это фактически ураганный ветер, по нашим понятиям, да? Да. Поэтому в нормативных документах у нас, конечно, такие ветры не учитываются, мы берём где-то в районе там не более 30 метров в секунду. Нет, ну ураган-то ваше здание тоже должно выдерживать, рано или поздно он случится? Ну, да, дело в том, что есть так называемый ещё коэффициент запаса, на который умножается. Там, соответственно, получается, что запас-то гораздо выше, то есть он рассчитан на ураганные нагрузки с учётом этого коэффициента. На обдув происходит, вот у нас есть построенная аэродинамическая труба, там у нас высота максимальная, значит, скорость ветра 31 метр в секунду. И длина этой трубы, если в метрах взять, то это порядка 40 метров, а ширина там, она немножко выглядит как штанишки такая, то есть не прямоугольная, а расширяющаяся, так как с 15 на 20 метров переход такой есть. Вот в этой трубе, она там разные высоты имеет, чтобы вихревой нижний поток снимать там. Вот в этой трубе мы как раз и обдуваем вот наши модели, которые получаем от заказчика. И как появилась эта труба? Это был 1999 год, когда постановлением Москвы была утверждена программа создания нового кольца Москвы. Это подразумевалось что? Это подразумевалось 60 комплексов высотных зданий. Причем самих зданий в этих комплексах насчитывалось порядка 200. То есть это по 3-4 здания на каждый комплекс, да? Да, это очень большой. Это шикарный проект, по-моему, ничего такого сейчас в Москве не реализовано. И когда вот речь зашла о том, что вот такие высотки надо строить, их надо строить правильно. Потому что в мире есть такое понятие неправильно построить высотные здания. Вот их надо строить правильно. Неправильно с точки зрения окружающей архитектурной среды. С точки зрения, как вот... Ветровые нагрузки появляются, ветровые возмущения появляются. Комфортная архитектура, как у нас сегодня прозвучала в начале передачи. Дело в том, что вот после этого мы задумались всерьез, поскольку мы являемся, и я работаю в ведущем строительном вузе России, задумались всерьез о том, что кроме расчетов, которые можно делать на каких-то предпроектных стадиях, то неплохо было бы еще и модельки какие-то обдувать, как это делается во всем мире. И, соответственно, задумались о том, что действительно нужна такая аэродинамическая труба. Нам предлагали различные варианты строительства, в поводу того, что под ключ. Вот, например, японские инженеры нам предложили под ключ, но за совершенно баснословные деньги. Мы вышли из этой ситуации по достаточно простым способом. Сами запроектировали с помощью одной фирмы, которая расположена в Тольятти. Значит, взяли не один большой вентилятор, а сделали блок из девяти вентиляторов. Фирма нам сделала под заказ. То есть мы им давали техническое задание, какие должны быть скорости и так далее. В общем, удалось сделать эту трубу, и сегодня она работает под полную нагрузку и выполняет достаточно серьезный заказ. Причем вот аэродинамические трубы для вас, для архитекторов и для аэроконструкторов, да, авиаконструкторов, они разные? Разные. Разными парами. У них скорость больше, у вас меньше, да? У нас меньше. Зато у вас, наверное, вот эта вот однородность больше нужна. У нас совершенно верно. У нас поток по-другому ветровой выстраивается. А вот московские небоскребы, те, что вот уже давно построены, они как удачно построены, правильно, не создают чрезмерного, так сказать, дискомфорта в окружающей городской среде? Вот тени небоскреба, по крайней мере, о которых идет речь, я так понимаю, что в основном... Сталинские небоскребы, так называемые? Да, в основном. И вот то, что сейчас это Москва-сити. Москва-сити, да, где там здание больше 300 метров имеется. Да, они построены грамотно очень. Особенно, если речь идет о том, что с точки зрения комфортности, жизнедеятельности человека в этих зданиях. Потому что вот когда в 2012 году постановление Москвы отменили, значит, вот то постановление о строительстве нового кольца, то есть все, в 2012 году вышло постановление, после этого стали активно достаточно, все равно и до этого разрабатывались, но и после этого активно стали применяться, значит, разрабатываться нормы. Как правильно все-таки построить высотное здание? Как их правильно сориентировать не только по розе ветров, но и как их правильно конструктивно сделать? То есть достаточно серьезный вопрос, потому что любое высотное здание, оно имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. Но, в частности, преимущество всем известно, то есть это высоко, это хороший обзор, это солнечная, так сказать, атмосфера. Да, и больше места, полезной площади. Совершенно верно. То есть, казалось бы, вот все это хорошо, но надо не забывать о том, что высотное здание раскачивается, и на 24-м этаже может колебание достигать одного метра. Ого. Так это качка, как на качелях практически. Да. Как уж там вот жить и работать-то. Да, представляете, и вот если человек будет это все чувствовать. А вот с чем это связано? То, что таллинские небоскребы очень так оказались на удивление удачными. Их что, продували, или это просто свойство такой вот ступенчатой пирамиды? Совершенно верно. Это вот это? Да, совершенно верно. И вообще-то, ну, в Америке тоже такие небоскребы строились, да, под впечатлением которых наши архитекторы делали. У нас так явно выраженная такая ступенчатая пирамида. Это самая идеальная форма для небоскреба. Но чем она плоха? Так. Она плоха тем, что пита, скажем так, этого небоскреба очень большой площадь занимает. Он устойчивый ко всем нагрузкам, фактически, ветровыми, как правило, вибрационным, ну, я говорю, в большом объеме вибрационных нагрузок, в том числе и к сейсмике, как правило. Да. И хорошо распределена нагрузка. Да, от фундамента это много зависит. Но на сегодняшний день такие небоскребы строить экономически не совсем выгодно. Есть даже небоскребы, вот если взять, как вы говорите, Сталинскую высотку и перевернуть ее кверх ногами, есть такие небоскребы. Ну, это уж какой-то, так сказать, модернизм какой-то, как это, лишь бы повыделываться. Есть такие архитекторы ваши, так вот, чтобы удивить всех. Ну, вот, я говорю, есть. Поэтому, вот, в небоскребе, конечно, я говорю, вот, надо не забывать о том, что это, конечно, есть какие-то колебания, это есть какие-то шумовые воздействия, это проблемы, связанные с транспортировкой, то есть, перемещением людей в вертикальном направлении. То есть, это вот лифты, потому что, чтобы быстро добраться до какого-то там, сто какого-то этажа, лифт должен ходить. Ну, и значительная часть небоскреба, на самом деле, занимает вот это вот подъемные всякие элеваторы, да? Да. Кстати говоря, вот я вот так вот сейчас думаю, было у нас в старое время, но у самого начала улицы Горького, ныне Тверской, вот как въезжаешь в нее от Кремля с левой стороны, гостиница «Интурист», да, помните, была? Сейчас ее снесли, там другое здание, вот «Интурист» была такая вот просто стеклянная, такая вот, как это, призма, да, стояла, да? Прямоугольная такая вот, или квадратная даже в форме, а вот все современные московские небоскребы, ну, новые вот эти, которые в Москва-Сити, они все какие-то такие вот немножко какие-то кругленькие, зализанные, какие-то такие формы более сложные. Это что, вот более аэродинамично такие вот зализанные формы, чем с такими вот прямоугольными? Ну, я не могу отвечать за идеи архитектора, который это все рисовал. Не, ну, понятно, как художники-художники. Конечно, с точки зрения аэродинамика, это более выгодные конструкции, соответственно, это более эстетично, на мой взгляд, выглядит, по крайней мере, современному человеку так кажется. Но, опять же, тоже есть вот определенные недостатки какие, значит, вот, в частности, если говорить о том, что вы говорите, вот они зеркальные там и так далее. Как правило, на... Почему так сделано? Как правило, на верхних этажах окна не открываются, как это мы привыкли у себя дома, там, да, распахиваем окно. Ну, да, там слишком сильный ветер. Совершенно верно. То есть, там, если оно и приоткроется, как правило, делаются уже, начиная там с какого-то там 30-го этажа, как правило, они делаются уже глухими. Вот, поэтому, естественно, фасад должен выглядеть как-то однотипно. Поэтому вот его в таком виде нам архитекторы и рисуют. Это вот, мне кажется, что вот этот вот тоже немаловажный аспект, который надо учитывать. А с другой стороны, есть опасность какая. И такие факты имеют место быть. Например, в Англии в 2013 году, значит, строили здание порядка 30, насколько я помню, 7 этажей. И вот с таким красивым зеркальным фасадом. А когда солнце, солнечные лучи отражались от этого здания, то они с учетом вот этой формы, необычное здание, фокусировались. И поджигали. Поджигали, совершенно верно, поджигали соседние, плавились соседние автомобили. Ну да, потому что в фокусе можно получить 6000 градусов, как на солнце. Да, это имеет факты, вы назвали это здание обжигающая высотка. Ну, московские высотки, они выгнуты, выпуклые, они, наверное, рассеивают себя, зажечь не могут. Наши пока да, но вот если посмотреть на все проекты, которые вот мне довелось видеть, то формы совершенно различные. Вплоть до того, что есть и наклонные какие-то вот поверхности. А самый такой запоминающийся лондонский небоскреб, он называют «Огурец». Ну, мне больше нравится, если уж об этом говорить, мне больше всего запомнился шанхайский небоскреб, который имеет вверху проем. Я не знаю, для чего это сделали, а это, может быть, хотели ветро, какие-то энергетические установки поставить. «Открывашка» его называют, да? Да, его совершенно верно, его назвали наши, именно русские туристы, его назвали «Открывашка». Ну, вообще, шанхай на меня, конечно, произвел сильное впечатление. Там очень серьезное строительство, серьезно относится к строительству высоток и очень красивые здания и в эстетическом плане, и в конструктивном плане. Ну, вот, Жак, только что время наше подошло к концу. Спасибо вам большое. И публике нашей большое спасибо за внимание. Видите, какая интересная наука строительства небоскребов. Тут и аэродинамика вам, пожалуйста, и все, что хотите. Удачи, всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok